Привет! Я действительно сделал небольшую игру, о чём я давно мечтал, ведь мы все приходим в программирование, чтобы сделать свою игру и наконец-то грабить караваны. И я долго не мог на самом деле подступиться к этому занятию, потому что мы всегда думаем разные вещи про игры. Первое, то что игры это всегда какие-нибудь 3D-шки на Unreal Engine, на Unreal 5, чтобы там всё было круто, всё взрывалось, бегало, всякие шейдеры надо программировать. Второе, что там нужно знать математику, физику, вращать матрицы, но это же трёхмерный мир. Третье, что обязательно нужно написать какой-то крутой сюжет, сценарий, проработать кучу анимаций, но на самом деле игры могут быть очень разными. И начинать с чего-то такого, конечно, можно, если вам это интересно, но я не хочу сказать, что мне это неинтересно. Просто время у меня ограничено, игру сделать хотелось, а игры есть на самом деле разные, и в них тоже играют люди. Поэтому я сделал простую айдол-игру. Что такое айдол-игра? Вы некоторые думаете, что это кликер, и на самом деле кликеры это почти что айдол-игры. А айдол-игра это игра, которая не требует какого-то постоянного вашего присутствия и постоянной активной игры. Это игра, в которой вы происходите некоторые действия, уходите, игра что-то делает, вы потом приходите, проверяете результат, вносите какие-то изменения, даёте какие-то следующие задания на следующий цикл и уходите снова. То есть это игра, грубо говоря, когда у вас есть какое-то свободное время, которое не требуется вашего какого-то постоянного, непосредственного присутствия игры, но тем не менее в ней присутствуют некоторые игровые механики. И вот это второй момент. Кажется, что в создании игр, по крайней мере мне так казалось, самым сложным будет, ну вот эта вот графика, вот это вот всё. Хотя на самом деле сейчас для меня самым сложным элементом являются игровые механики, и даже не это, а так называемый игровой дизайн. То есть по большому счёту можно, наверное, подумать, окей, если мы возьмём какой-нибудь крутой движок, то, наверное, вопрос графики будет решён. То есть можно даже какие-то ассеты скачать прямо вот из магазина ассетов, как это сделали некоторые игры, которые недавно провалились сразу после запуска. Но тем не менее, то есть можно вот просто взять и склепать какую-то игру. И я даже видел давно-давно, по-моему, Howdy Howdy ролик, делаем игру за час. То есть, ну, 3D-шку, и прям там можно ходить, стрелять. Но это ведь не игра, по большому счёту, это будет какая-то типа 3D-демо-сценка. Самым сложным в игре является, собственно, сама игра. Как я сказал, игры бывают разные, и в частности здесь у меня экономический симулятор добычи нефти. Игра называется Just Pump Oil. Все совпадения случайны. Но суть в том, что в таких айдол-играх, там нужно очень грамотно балансировать кривую развития, собственно, вашей игры. Да, вот эту экономическую составляющую. Чтобы людям было интересно добывать вот этот ваш ресурс или что-то делать, и потом как-то развиваться дальше. И чтобы нельзя было выйти сразу же на плату. И чтобы, собственно, то, что человек добывает, не было такого, что у вас, как бы, контент быстро вы съели весь. Да, то есть, там есть где, скажем так, подзапариться. И я подзапарился. То есть, на самом деле, я довольно быстро накидал, собственно, базовую механику. Базовая механика сбора нефти очень простая. Мы просто запоминаем, когда человек нажал на кнопку Start. И при следующей сессии мы сравниваем, если время сессии прошло, то мы предлагаем эту нефть собрать. Вот. И ждем, пока человек снова запустит кнопку Start. И, по большому счету, это уже игра. То есть, человек приходит, собирает нефть. Цель игры — собрать как можно больше нефти. Но это очень скучная игра, на мой взгляд. Поэтому, понятное дело, нужно было добавить другие механики. Другие механики — это покупка различных бустов. То есть, по поводу бустов, человеку должно быть куда, собственно, тратить ту нефть, которую он заработал. Чтоб не просто эта цифра росла. Поэтому делаем бусты, которые позволяют добывать еще больше нефти в час. Ну, все, собственно, по классике. На самом деле, такие игры — это же не какая-то уникальная игра. Такие игры, их полно. Их в Android-маркете можно найти прямо вот на ту же самую тему. Поэтому эта штука не нова. То есть, и, наверное, это другой момент, который я понял, что не обязательно придумать какую-то вот уникальную вещь. То есть, вообще, мой один товарищ в одном из своих давних-давних докладов рекомендовал начать с чего-нибудь очень простого, там, с чего-нибудь известного. Прям, ну, повторить, сделать копию. Например, с тетриса. Вот. И с тетриса начинают многие. Но мне не хотелось начинать с тетриса. Плюс тетрис не очень хорошо вяжется с тем, в каком, собственно, ключе я хотел делать игру. А эта игра — это приложение для Телеграма. И, наверное, в Телеграме тоже можно сделать тетрис. И, наверное, он кому-то тоже будет интересен. Но так как это все-таки мессенджер, и мы хотим, как бы, встроиться вот в этот поток сессионный людей, которые пользуются мессенджером, то есть, а как люди пользуются мессенджером? Они его открывают, отвечают на сообщения, закрывают и уходят. Ну, либо читают какие-то каналы. Например, мой senior software blogger. Поэтому туда очень здорово встроить вот эту вот простую сессионную айдл-игру. Когда человек зашел, ответил на сообщение, такой, о, а может быть, там сообщение от бота появилось, что нефть можно собрать. Зашел, собрал нефть. Понятное дело, вы все уже знаете, куча таполок появилась, и там нужно постоянно эту монетку долбить, и потом, возможно, эта игра эту монетку выпустит, возможно, туда зальют каких-то денег. И экономика у этих всех игр довольно простая. То есть, понятное дело, что они захватывают ваше внимание, обещая вам какую-то дальнейшую прибыль, потом перепродают ваше внимание каким-то другим людям, другим каналам, другим играм. Вот, соответственно, получают деньги, и, возможно, часть этих денег они, собственно, пускают в раздачу. То есть, на часть этих денег они выпускают вот эту вот криптомонетку, которую всем раздают, а потом еще зарабатывают деньги на обороте вот этой вот мемной криптомонетки. И на самом деле, есть некоторые примеры таких игр. И понятное дело, что так как моя игра тоже находится в Телеграме, и она тоже вроде бы как причастна к тону, тоже можно попробовать это сделать. Но обещать никто ничего не может. Потому что как можно что-либо обещать, когда, ну, как я, по крайней мере, замечаю, есть некоторая такая уже, как сказать, мы не то что на плато выходим, а уже возникла какая-то такая усталость людей от этих кликеров. Но, тем не менее, поэтому я и захотел сделать не кликер. То есть, поэтому я и захотел сделать игру, в которой есть игра. Потому что в кликере игры нет. Особенно если это простой кликер без каких-то бустов, да. Потому что мы все помним ту самую печеньку. Возможно, это даже не было первым кликером. Но в далеком 2014-м, 2012-м, ну, вот где-то в 2010-х годах была игра Cookie Clicker, где можно было кликать на печеньку, зарабатывать вот те самые печеньки, потом построить бабушку, которая эти печеньки стряпала. То есть, можно было наращивать те бусты, и там была какая-то игра. То есть, там было больше игры, чем практически в любом кликере, который вы сейчас есть. Можете найти в Телеграме. Но это видео о том, что я узнал, попробовать сделать игру. И, на самом деле, еще одна такая вещь, которую я узнал, то, что программировать игровые механики скучно, а двигать пиксели весело. То есть, поэтому получается, что вместо того, чтобы делать саму игру, то есть, программировать механику зависимых бустов, например, я что-то там двигал, CSS-ы какие-то настраивал, чтобы игра выглядела чуть лучше, чем она уже выглядела. Что, на самом деле, наверное, не так важно. И, получается, постоянно шла вот эта вот борьба. С одной стороны, я знал, что мне гораздо важнее сделать какие-то игровые механики, которые я запланировал сделать. А с другой стороны, я видел, собственно, вот ту саму игру, которая получалась. И как-то вот мне не хотелось, как бы, в нее играть самому, пока я вот что-то там чуть-чуть визуально не улучшу. Но, на самом деле, если вы хоть чуть-чуть интересуетесь разработкой игр, особенно вот этих вот 3D-шек всех, вы знаете, что гейм-дизайнеры по большому счету работают с серыми кубиками. То есть, они собирают игру, уровень. Он не сразу же весь такой крутой, там, с лианами, с горами, с текстурами. Нет, он просто представляет из себя буквально груду серых кубиков, по которым они, собственно, пробуют этот уровень проиграть. То есть, они настраивают сам уровень, а потом уже отдают его художникам, и художники его декорируют, делают его красивым. То есть, когда я это вспомнил, я понял, что, ну, как бы, черт бы с ним, надо сперва запрограммировать все механики, а потом уже наводить красоту. Кстати, красоту я так и не навел. Понятное дело, что все ассеты, которые вы видите в игре, они сгенерированы нейросетями. В частности, эта сеть дали, потому что Миджорни почему-то очень плохо, оказывается, отвечает на мои запросы, по крайней мере. Я думал, что Миджорни будет лучше, снова купил ее, чтобы перегенерировать какие-то ассеты, и ни одного ассета из Миджорни, ну, картинки, я так и не использовал. То есть, все эти ассеты, которые вы видите, они нарисованы далее, это, то есть, OpenAI, да, или ChatGPT, и исправлены в некоторых случаях руками, то есть, там что-то надо дорисовывать. Я написал своему давнему знакомому дизайнеру, который на самом деле живет в Праге и работает в игровой индустрии, и он вроде как-то даже не отказался со мной поработать, но потом куда-то пропал. Точно так же я написал другу, который занимается, собственно, разработкой игр, профессиональное, долгое время, но он никуда не пропадал, но он сразу сказал, что Дим, мне неинтересно это делать. Вот, поэтому я один пока. Но сложно одному, сложно. Вот, поэтому, наверное, еще один момент, который я выучил, можно начать одному, но это, блин, тяжело, капец. То есть, желательно, конечно, чтобы у вас были какие-то люди, напарники, которые с вами какие-то моменты закрывали, там, будь то дизайн, либо геймдизайн, например, да, то есть, может, графический дизайн и геймдизайн. Вот, на мой взгляд, геймдизайн, капец, какая сложная штука. И самое важное, что особо ресурсов-то нет. Ну, вот, по красоте, скажем так, ну, вот, я могу посмотреть, повдохновляться другими играми. То есть, их видно, как там сделаны текстуры, можно попробовать скопировать визуальный стиль. Но скопировать геймдизайн, это же капец как сложно. То есть, я же не могу получить доступ к тем самым формулам и кривым развития, которые есть в игре. То есть, я примерно представляю головой, что кривые развития в моей игре должны быть, наверное, логарифмическими. То есть, человек должен быстро-быстро развиваться, а потом развитие должно замедляться. По идее. Может быть, это неправильно? Я же не знаю. Все, что мне остается, это экспериментировать. То есть, и это, наверное, еще один урок, наверное, последний урок, который я понял, делая игру. Это экспериментировать, получить каких-то пользователей и пробовать, и не бояться сломать. Потому что некоторое время я даже боялся, как бы, вот, делать это видео, на самом деле, призывать больше людей в игру. Потому что я думал, блин, ну, может же возникнуть момент, когда мне придется, ну, если не обнулить заслуги людей, то серьезно, как бы, их подшатнуть. Потому что, например, сейчас люди с текущим балансом, который есть в игре, там, ну, кто-то уже намайнил, там, по 40 тысяч нефти, еще там, ну, по какие-то существенные цифры. Но это, я так думаю, что они сейчас существенные. А потом может произойти инфляция, потому что я пойму, что эти цифры несущественные, да, и надо переделать баланс. И, соответственно, люди, которые вкладывали время в эту игру, играли, они могут быть разочарованы. Я боялся разочаровать этих людей. Вот. Но в какой-то момент я написал, что это бета-версия. Ребят, если вы продолжаете играть, я на самом деле благодарен всем, кто начал играть с момента первой публикации, там, первым игрокам. Там примерно 50 человек в день сейчас играет. Я благодарен всем, кто писал баг-репорты. Но я понимаю, что, возможно, мне придется их расстроить когда-нибудь. Я, конечно, попытаюсь минимизировать это расстройство, так скажем, но так или иначе это может произойти. И, наверное, последний урок, который я вынес, попробовав сделать свою игру, это иногда даже важно не сделать игру, а рассказать о ней, показать ее кому-то, завершить ее до какого-то определенного момента. и, собственно, привлечь людей. Маркетинг, наверное, как в любом продукте, очень важен. Или там продажи. Понятное дело, что в игре сейчас нет никаких как бы платных ресурсов, но, тем не менее, игра есть. Я предлагаю вам ее попробовать поиграть. Контент будет добавляться. То есть, понятное дело, что контент у меня расписан в Excel-файле, но он еще немножко не запрограммирован. Нужно вот все-таки взять себя в руки и начать добавлять эти бусты или другие игровые механики, которые, возможно, будут очень кривые с точки зрения баланса. Но я думаю, что потихоньку мы их выправим. Возможно, среди вас есть какой-то геймдизайнер, которому захочется присоединиться к проекту и с точки зрения опыта посмотреть на все, что я там делаю. Возможно, мы вместе что-то сделаем. Возможно, вы художник. Вот это тоже было бы, наверное, полезно, потому что сейчас у игры такой немножко наивный визуал. Поэтому вы напишите мне, то есть, а мы с вами поговорим, может, к чему-то да и придем. Теперь я хочу рассказать о том, собственно, на основе чего я сделал эту игру. Понятное дело, что все, что вы видите в Telegram Apps, это так или иначе сайты. То есть, Telegram даже вот недавно выпустил обновление к своему внутреннему браузеру, сделав его еще лучше. То есть, все это HTML, ну, либо то, что может отобразиться в HTML. Поэтому я взял то, что я знаю и люблю, это Next.js, но Next.js как бы непростой. Есть, чего мне долго не хватало вообще в разработке на JavaScript, это какого-нибудь такого фреймворка, который очень был бы похож на Ruby on Rails, то есть, с точки зрения продуктивности. Я на самом деле нашел приблизительно такой фреймворк, им оказался Blitz.js. фреймворк очень нишевый, с точки зрения того, что у него на самом деле не очень много какого-то развития, не очень много, наверное, пользователей, есть какие-то подводные камни, но мне очень понравилось то, что он дает из коробки, он дает из коробки консольку с генератором различного кода, да, то есть, можно генерировать круды. Он дает призму, это ORM, который позволяет, собственно, нормально версировать и развивать схему данных и проводить легкие довольно-таки миграции. Он дает Next.js для сервер-сайт и клиент-сайт рендеринга. Понятное дело, что Next принято пинать и есть за что, но так или иначе, это очень удобный инструмент для такого рода задач. Он дает JavaScript или TypeScript на выбор, и в этом плане я выбрал TypeScript, ну, просто потому что, а почему бы и нет? Я все свои проекты писал на JavaScript до этого, но решил, что этот проект я попробую по приколу сделать на TypeScript. Так что, по большому счету, это пока что один сервер с JavaScript-приложением, который сохраняет все в Postgres базу данных и мне очень интересно, на самом деле, насколько далеко можно уехать на таком сетапе. То есть, понятное дело, что придется подключить какой-то кэш к этому, но это будет потом. Пока что у меня в игре 168 пользователей, я вижу, мне пишет Telegram. Вот мне интересно, на скольких тысячах, если вдруг эти тысячи, конечно, наберутся, этот сервер перестанет вывозить. Вот. И, ну, если вам интересно, давайте посмотрим. Вы навалитесь, попробуйте поиграть, а я потом вам сделаю отчетное видео. А также, если вам интереснее поподробнее узнать про Blitz.js или про то, как внутри устроена игра, вы тоже напишите. Это тоже может быть темой отдельного, такого же простого видео. Ну, а пока я приглашаю вас поиграть в Just Pump Oil. Заходите, начинайте качать нефть, начинайте покупать различные бусты. Понятное дело, что там будут различные задания, типа, подпишись на Telegram канал, подпишись на Twitter или еще куда-нибудь. Понятное дело, что там пока что только мои сети, скажем так. Возможно, там кто-то появится еще, возможно, мне кто-то даже начнет за это платить деньги какие-то. Возможно, даже часть этих каких-то денег удастся собрать в какую-то кубышку, понять, как это провести легально и выпустить какую-нибудь монетку, какой-нибудь токен по приколу, раздать его вам. Обещать, конечно, я ничего не могу, но вдруг получится. Давайте попробуем. Мне интересно сделать было игру. Я ее сделал. Можно, конечно, смеяться над ней, надсмехаться, гнать его, но это игра. И это самый главный посыл, наверное, этого видео. То, что если вы хотите делать игры, то необязательно умирать по каким-нибудь крутым играм. Можно начать с малого и понять, а оно вам вообще нравится. Вот именно ковыряться в кишках игры вместо того, чтобы вот в нее играть и думать о про то, как там баланс был не настроен и как вы бы сделали лучше. Потому что, напоминаю, по крайней мере для меня, геймдизайн и баланс это самая сложная часть. Окей. Всем спасибо, что смотрели. До встречи на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok